Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш голуб Пупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. — Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе. — Что ж, Параско, — сказал черевик, обратившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместо и того, чтобы и паслись на одной траве. — Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай, Магарычу! И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации под ядкою у хозяйки усеянной многочисленной флотилией, сулей, бутылей, пляшек всех родов и возрастов. — Эх, хват! За это люблю! — говорил черевик, немного погулявший. И, видя, как нареченный зять его налил кружку величиной с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, схватив потом ее в дребезги. — Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецкий тянет пенную! — И посмеиваясь, и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш Парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии. Выглядывать получше деревянную люльку в медной щегольской оправе, светистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестью и всем, кому следует. — Ну, жинка! А я нашел жениха дочки! — Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень! Тебе верно и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел? Где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!